МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уголовное дело о гибели 12 рабочих Таганрогского водоканала на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка будет рассмотрено в Неклиновском районном суде. Расследование завершилось. В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение. Напомню, трагедия случилась 21 мая прошлого года. Из-за выброса метана в колодце очистных сооружений насосной станции сырого осадка 10 рабочих погибли на месте, еще двое умерли в Таганрогской больнице. В гибели людей обвиняется теперь уже бывший главный инженер, замдиректора по производству водоканала Таганрога по статье 216 УК РФ нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, Юрий Поляков не проконтролировал работы по замене вышедшей из строя задвижки канализационного коллектора и не обеспечил рабочих средствами индивидуальной защиты, которые, возможно, могли бы их спасти. Без малого на сотню выросло суточное число зафиксированных заражений коронавирусом в Ростовской области до 1122. В Ростове 343, на 8 больше вчерашнего, 64 в соседнем Оксайском районе, 52 в Таганроге. Умерли 8 больных ковидом, в том числе 47-летняя женщина, остальным умершим 58 лет и больше. Госпитализировано за сутки 349 заболевших. Общее число пациентов в госпиталей выросло на 5. Привились за сутки 2,5 тысячи жителей региона. В целом по стране заболевших почти 89 тысяч. Тут рост по сравнению с предыдущим днем на 14 тысяч. Половина роста на Москве. Умерли 665 человек, тут роста нет. 29,5 тысяч выздоровели. Резкий рост числа заболевших коронавирусом увеличил нагрузку на врачей поликлиник. Масса вызовов и на все нужно успеть. Помогают в этом автоволонтеры, уже знающие, где искать помощи. Медучреждения сбрасывают заранее заявки, сколько им необходимо добровольцев. И к ним адресно направляют людей. В день на вызовы бывает выезжают полсотни добровольцев. Доброе утро. Доброе утро. Какие у нас сегодня лица? Шелок, агронитная, лубная. На вас сегодня 14 вызовов. А так сейчас очень много вызовов. И вот эта помощь, конечно, это просто огромная отдушина для нас. Потому что если бы не машины, приходилось бы пешком, потому что машин тоже сейчас очень мало. Люди очень многие, работники тоже болеют. В общем, поэтому очень большая помощь, поддержка. Спасибо большое волонтерам за это. Сейчас из-за омикронной вспышки есть еще и потребность в волонтерах для колл-центра оперативного мониторинга коронавируса. В регионе набирают добровольцев. График посменный с 9 утра до 3 дня и с 3 дня до 9 часов вечера. Подать заявку может любой желающий на сайте Добро.ру. Деньги вместо земли. В регионе продолжается выдача многодетным семьям земельных сертификатов. На денежные выплаты имеют право семьи, которые стоят в очереди и не могут получить земельный участок. Таких в области порядка 11 тысяч. Половина из них в Ростове, Батайске и Таганроге. На территории этих городов просто нет свободных участков, поэтому и была предусмотрена альтернативная возможность – земельный сертификат. Сумма субсидии в этом году – 503 тысячи рублей. Земельный сертификат можно направить на покупку жилья на вторичном рынке, на приобретение жилья в строящихся домах, также можно покупку жилья от застройщиков уже в сданных домах, можно на строительство индивидуального жилого дома на своем участке и либо на погашение ранее полученной ипотеки. Для оформления субсидии нужно подать заявление в агентство жилищных программ и подтвердить, что семья является многодетной. До конца 2024 года в областном бюджете предусмотрены деньги на субсидии 800 семей ежегодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова